Смотрим инструмент выравнивания вершин. Первая опция выравнивания по плоскости относительно какой-то оси. Мы выбираем оси Z. Тут два варианта. Например, вот первый вариант, раз и второй вариант, два. Понятно. Теперь относительно окружности. Можно регулировать радиус. Выравнивание относительно сферы. Вот немножко можно выпуклость сменять и реверс вогнуто-выпукло. Теперь начертим прямую какую-то. Выбираем опцию. Плоскость проходит через прямую перпендикулярно экрану. Вот так. Сфера такая. И последний, новый вариант. Это цилиндр. Цилиндрическая поверхность. Примерно. Ну, сейчас увеличим чуть-чуть. Вот. Вот так вот. Вот. Цилиндрическая поверхность. Такая. И обратно можно выпукнуть. Вот так. Вогнутая. Мэш я выбрал кромки. Хочу выровнять по окружности. Вызываем инструмент. Показывается окружность, которую я буду выдвигать. Ну, я могу выдвинуть положение. Видите? Можно исправить немного. Вот такая вот опция. Раньше не было. То есть, кромки не замкнуты. Это новая. Еще одна сетка. Выбираем окружность. Видите, три окружности нарисовались. Я меняю радиус. Какое мне надо положение. Получилась такая штука. Выравнивание по окружности. Есть два варианта. Вот я сейчас показываю. Видите? Две окружности. Потому что у меня две области. Одна область и другая область. Что-то я не то сделал. Я выбрал цилиндр. Видите, разница какая. Надо было сделать окружность. Последняя деталь. Я хочу рассказать. Вот выбираю плоскость. Выбираю. Это появилась возможность. Если выбрал один фейс, это мы показываем. Выбрал один фейс или несколько. Контр. Плюс. Контр. Плюс. Выбираю. Цилиндр. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Раз. Три. Продолжение следует...